В Чувашии продолжают модернизировать сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Новый ФАП открылся в деревне Козыльяры Урмарского округа. Почему медики раньше называли условия своей работы спартанскими и что изменится для местных жителей? Подробности у Дмитрия Ковалева. Новый ФАП построили за считанные месяцы, благодаря типовому проекту и быстро возводимым панелям. Фельдшерско-акушерский пункт открыли в торжественной обстановке. Долгие годы в Козыльярах фельдшерско-акушерский пункт работал в этом здании. Зимой, говорят местные жители, не спасала даже дровяная печь. В морозную погоду пациенты даже не снимали верхнюю одежду. Совсем условий не было. Что интересно, работала моя крестная деятельность. Но смотрите сами, это чудо, чудо. Очень рады жители. Это наш долгожданный ФАП. Старый раньше был. Людмила Петровна. Петровна, долго работала она. Сейчас у нас другой фельдшер, очень хороший тоже. Гостеприимная. Ко всем приходит. Модульный ФАП будет обогревать газовый котел. Сюда также подведен водопаровод. Для фельдшера оборудовали рабочее место с доступом к высокоскоростному интернету. В процедурном кабинете все, что необходимо для оказания первичной медицинской помощи. От тонометра до электрокардиографа. Местные жители именно здесь будут проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. От деревни Козыльяры до административного центра, где и расположена окружная поликлиника, примерно 25 километров. Чтобы первичная медицинская помощь стала ближе, в муниципалитетах строят и модернизируют фельдшерско-акушерские пункты. В Козыльярах более 200 местных жителей. Каждую неделю сюда вести прием пациентов. Приезжают участковые терапевты. Назначение врачей выполняет фельдшер. По всем, что врач назначает, мы делаем. Мы проводим ЭКГ. И также к нам приезжает врач-терапевт к маломобильным больным. Прямо на дом. И проводим вместе диспансеризацию. Первичная медицинская помощь в муниципалитетах развивается благодаря национальному проекту здравоохранения. До конца этого года в округе планируют вести в строй еще два модульных пункта. На следующий год еще плюс два ФАПа. И плюс собираемся модернизировать те ФАПы, которые не включены в программу строительства новых модульных ФАПов. Планы на перспективу приступить к строительству нового стационара больницы. Предыдущие, прошлые здания, они, конечно же, устарели. Вот этот вопрос, он сейчас в активной фазе. Идут проектные работы. И очень надеемся, что в самые ближайшие годы, дай бог, может быть, даже на следующий год у нас появится новый корпус. В республике программа модернизации сети ФАПов продолжится и в следующем году. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Национальное телевидение Чуваши.